Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Узнать про внутреннюю кухню различных предприятий города Виталий Веркиенко решил лично сам. Глава Владивостока побывал на объектах, чья деятельность сейчас поднимает наиболее актуальные вопросы. В их числе, например, дальприбор. Руководители завода на встрече с мэром отметили свое желание производить объекты городского благоустройства. Специалисты уверены, что смогут справиться с этой новой для себя работой. Создание комфортной городской среды сегодня этакий тренд для крупных городов России. Причем главная особенность здесь – это то, что выбор всегда остается за горожанами. 18 марта вы можете на тех же уиках, на которых будет проводиться голосование, проголосовать за те территории. Вот это для меня очень важно. Какие вам важнее всего благоустроить? На встрече с работниками также обсуждались вопросы строительства спортивной инфраструктуры, точечной застройки и другие городские проблемы. Например, во время посещения ТЭЦ-2 глава города вместе с сотрудниками обсудил проблемы общественного транспорта, ставшие особо актуальными в последнее время. В течение года эту сферу ждут серьезные изменения, отметил мэр. «Имея качественный общественный транспорт, около 150 автобусов, которые были закуплены, это Volkswagen и Eman. Но после посещения Фапата я увидел, что около половины из них, к сожалению, сломаны по разным причинам. То есть я в этом буду разбираться». Заглянул Виталий Веркенко и в гости к Дальрыбтехцентру. У предприятия за плечами 80 лет насыщенной истории и звания одного из ведущих производителей оборудования для переработки рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке. Глава отметил важность производства на базе предприятия такой продукции и для бизнеса, и для обеспечения потребностей города. «Люди же покупают, значит доверяют, потому что в море нельзя остаться с неработающими станками. Поэтому да, молодцы». Однако вопросы касались не только рабочего населения и заводов. Затрагивали также темы развития малого бизнеса, социальной инфраструктуры и благоустройства города. Все они взяты на карандаш общественной приемной главы города и его личный контроль. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.